Пекаллы и Тендалы Веселая парочка молдавского фольклора Они как Шерлок Холмс и доктор Ватсон Тендалы вечно в сомнениях А Пекаллы во всем разберется Все поставит на свои места Но мы бы, наверное, и не узнали о них Если бы не три мушкетера молдавского фольклора Это Виктор Черемпей Фольклорист, филолог Филимон Хэмурару Художник И Михаил Григорьевич Хазин Переводчик Низкий поклон всем троим Незваный гость Однажды Тендалы вошел в сельскую хату Когда хозяин и домочадцы Как раз усаживались за стол Тендалы потер руки от удовольствия Хозяин ворчливо заметил Пожалуй, есть будем Да не все Тендалы Тендалы уставился на него И удивленно спросил А вы что, не проголодались? Тендалы в гостях Однажды пригласили Тендала отобедать Тот не заставил себя долго уговаривать Сел за стол На котором дымился горячий борщ Благоухало жареное мясо Тендалы принялся уплетать мясо за обе щеки Кусок за куском Послушай, Тендалы Отведай маленько и борща Через некоторое время посоветовал хозяин Да ведь и мясо вкусное Так-то оно так, Тендалы Но мясо очень дорогое Зря жалуешься Оно стоит того Пыкало и тарелка рыбы Однажды Пыкало поскакал верхом К знакомому мужику И, как водится, угодил к обеду Хозяйка приготовила борщ Нажарила рыбы, которая лежала в большом блюде Хозяин пригласил гостя к столу Пыкало недолго церемонился Уселся, придвинул к себе тарелку с рыбой Поешь и борща, братец А Пыкало в ответ Рыба тоже не дурна На что хозяин отозвался Не дурна, но какая ей цена Пыкало усмехнулся Что ты, как жмот, заглядываешь в рот Тогда хозяин совсем осерчал Видать, ты, батенька, наглец Пыкало тут же выпалил Я против своего батеньки, малец Посмотрел бы ты на моего батю Тогда хозяин, чтобы как-то отвлечь Пыкало Сказал, что лошадь отвязалась от плетня Выйди-ка, глянь, что там твоя лошадь Пыкало поднялся со стула Взял в руки блюдо и выскочил во двор Мужик кричит ему вслед Куда же ты с рыбой? Пыкало только отмахнулся Разве я ее найду, когда вернусь? Ночлег Однажды Пыкало и тындалы Отправились на телеге в дальнюю дорогу Ночь застала их в лесу И они решили остановиться на ночлег А чтобы на них, спящих Никакой лютый зверь не напал Надумали поступить так Один будет спать, другой сторожить На том и согласились Укладываясь на телеге Тындалы предложил Пыкало Посмотри-ка, братец За деревьями восходит полная луна Она теперь у меня в изножье А когда она будет в изголовье Ты меня разбуди И я буду сторожить до утра Договорились, тындалы Будь по-твоему Ложись и поспи в волю Но ведь хитер Пыкало Он немного подождал Пока тындалы покрепче уснул Потом взялся за дышло И развернул телегу так Что луна оказалась у тындалы Прямо над головой И давай его будить Вставай, братец Луна уже в изголовье Тындала выпучил глаза Так оно и есть Луна над головой Вспомнив уговор Нехотя поднялся И стал сторожить Теперь моя очередь спать Сказал Пыкало Что ж, братец Ложись и спи Пожалуй, я лягу рядом с телегой Прямо на траву Тоже ногами в сторону луны А когда луна будет у меня в изголовье Ты меня разбуди Улегся Пыкало Спать на земле А тындалая Сторожил его Всю ночь Напролет Охота на львов Направились два чудака Охотиться на львов В пустынном месте Разбили палатку Один прихватил ружье И пошел на разведку Другой Остался готовить обед Увидев льва Незадачливый охотник Пустился на утек Лев за ним Вдогонку Добежав до палатки На всех парах Охотник влетел в нее И тут же Вылетел с другой стороны А лев Увидев повара Остановился В раздумье Горе охотник Издалека Крикнул повару Придержи этого льва А я схожу За другим Ослиный мост Обвалился мостик Через лесной ручей Собрались звери Обсудить Что делать Поначалу решили послать За строительными материалами Зайца Как самого быстроногого Долго Петлял Заяц И вернулся Ни с чем В другой раз С тем же поручением Послали лису Как самую хитрую Через день Два И она Вернулась Ни с чем В третий раз Решили направить Осла Не прошло И половины дня Как вернулся Основательно Навьюченный Осел Приволок Столько досок И жердей Что их Хватило бы На несколько мостов Лев Грозно Спросил Зачем Столько Материала Мне Хотелось бы Глубокомысленно Ответил Осел Построить мост Не поперек А вдоль Ручья Тындалая В поповском Одеянии Однажды Тындалая Решил проведать Родственников В дальнем селе В пути Его настигла ночь И он решил Постучаться В ворота К незнакомым людям Из дома Вышла хозяйка Будьте добры Не примите На ночлег Отчего Не принять Отозвалась Женщина С дорогой Душой У меня Как раз И священник Остановился Переночевать Вам Не будет Скучно Хозяйка Постелила Путником В Касамаре Собралась Выйти Тындалая Попросил Ее Разбудите Меня Пораньше Чтобы я К рассвету Успел Добраться До соседнего Села Ладно Путник А меня Не тревожьте Пока Сам Не проснусь Попросил Священник Перед Утренней Зорькой Хозяйка Разбудила Тындалая Тот Еле Стряхнул С себя Дрему И в потемках Вместо Своей Одежды Натянул На себя Поповскую На рассвете Он уже Приближался К селу Где жили Родственники И вдруг Увидел На себе Поповское Облачение Никак Не мог Взять В толк Тындала Что с ним Стряслось Потом Сердито Чертыхнулся Ну и Баба Вместо Меня Разбудила Попа Последний Бублик Однажды Тындала Купил На рынке Два Десятка Бубликов Был он Тогда Голодный Как волк И стал Уплетать Один Бублик За другим Когда Остался Последний Бублик Никак Не мог С ним Сладить Сидел Тындалы На траве И мысленно Ругал Себя Какой же Я Простофиля Не мог Начать С этого Бублика Как Тындала Наткнулся На Пекало Однажды Тындала Скитался По селам Верхом На коне Надеясь Повстречать Такого же Как он Хитреца Добрался Он Стало Быть До Околицы Соседнего Села И увидел Что люди Делают Кирпичи Остановил Коня Поздоровался И говорит Я К вам Затем Приехал Чтобы Сыскать Щитреца Балагура Вруна С которым Мог бы Посостязаться Тогда Один Из местных Отозвался Пожалуй Я Гожусь Тебе В соперники Тогда Давай Соревноваться Предложил Тындала Соври Какую-нибудь Побосенку Не могу Братец Я сюда Работать Пришел А мешок С забавными Историями Оставил Дома Если Хочешь Одолжи Коня Я Мигом Притащу Мешок Давай Согласился Тындала Тот Взнуздал Коня И скрылся В клубах Пыли Тындала Ждал Ждал А Балагура С мешком Нет Как Нет Но Вот С той Стороны Показался Другой Человек Тындала Спросил Вам Не попадался На глаза Всадник На гнедом Коне Как же Я его Видел Он теперь В Корчме Угощается По случаю Продажи Коня Поторопился Тындала К центру Села К Корчме И Застал Голубчика Ну Братец Я Тебя Заждался Где Где же Конь Продал Как Продал Ты же Хотел Состязаться Со мной В хитрости И обмане Совсем Ты меня Обездолил Вздохнул Тендала А ты На хитрости И обмане Хотел Разбогатеть Отозвался Ловкий Балагур То Был Пекало То ли С холоду То ли Со скуки Однажды В зимний день Пекало И Тындало Сговорились Пойти На охоту С Ружьями За спиной Пересекли Заснеженное Поле Побродили По лесу Но не нашли Ни заячьих Следов Ни листьих Возле Глубокой Балки Пекало Сказал Тендало Ты Притаись За тем Кустом Вскинь Ружье И Прицелься Как Приметишь Зайца Стреляй Пекало Ушел На поиски А Тендало Ждал Ждал Устал Целиться В пустоту То ли С холоду То ли Со скуки Тендало Выстрелил Эхо Прокатилось По лесу Услышав Выстрел Пекало Мгновенно Примчался Зайца Зайца В сельское Боярин Боярин Кинулись Кинулись Кручью Искать Искать Золото А мужика Выгнали Вон Из воды Плут Оделся Вскочил В карету И Поминай Как звали Могучая Овца Услышав Боярин Боярин Сходу Перехитрил Однажды Пекало Отправился В кабак А в карманах У него Только Ветер Гулял Повстречал Двух Бояр Слышал Я Про Хитреца Который Хитрым Хитреханек Любого Перехитрит Сказал Один Боярин Как Бы Нам Его Найти Спросил Другой Я И Есть Тот Кого Вы Ищете Мгновенно Отозвался Пекало Ну Что же Если Ты Дохитрился До такой Славы Перехитри И Нас Только Не Теперь У Меня Теща Умерла Надо Где-то Добыть Деньжат На Похороны Бояре Дали Пекало Денег Он Тут же Свернул В кабак Те Крикнули Ему Вдогонку Куда Ж Ты Вы Вы Хотели Чтобы Я Вас Перехитрил Вода Не Нравится Лентяю Опостылило Родное Село Краюху Хлеба И то Перестали Давать Ему Люди Он Плюнул С досады И Пошел Без Оглядки Кто-то Из Односельчан Спросил Куда Путь Держишь Братец Куда Глаза Глядят Не Уж Решил Решил Покинуть Село А Что Еще Остается Делать Что Ж Тебе У Нас Не Нравится Вода Странно Как Только У Тебя Язык Поворачивается Сказать Такое У Нас Вода На Редкость Вкусная Все Пьют И Довольны Да Они Довольны У Них Есть Что Запивать Против Течения Жил-был Мужик С Женой Что Не Скажет Муж Она Ему Всегда Перечит Однажды Весенним Днем Мужик Отправился Пахать Землю На Берегу Днестра Пашет Пашет Пришло Время Обеда Жена Принесла Поесть Он Уселся Под Деревом На Краю Поля А Она На Берегу Ноги Свесила С Обрыва Отодвинься Немножко Чего Доброго Свалишься И Утонешь Не Свалюсь Не Отодвинусь Добром Говорю Тебе Послушай Ни За Что Не Успела Баба Выговорить Эти Слова Как Сорвалась В Воду Мужик Вскочил Смотрит Не Видать Его Половины Могло Занести Против Течения Она Всю Жизнь Делала Все Наоборот Вот Я И Подумал Что И В Реке Ее Несет Против Течения Пэкалэ И Груши Однажды Пэкалэ Решил Полакомиться Грушами Тихонько Перепрыгнув Через Забор В Чужой Сад Залез На Дерево Стал Срывать Груши И Совать За Пазуху Тут Его Заметил Сторож Правда И Пэкалэ Заметил Сторожа Резво Соскочил С дерева Перепрыгнул Забор И Только Пятки Засверкали Убегает Пэкалэ А Сторож За Ним Никак Не Догонит Эй Пэкалэ Постой Крикнул ему Сторож А Пэкалэ Обернулся На бегу И Ответил Сам Постой Ведь За тобой Никто Не Гонится Гнев Тэндалэ Давным-давно Один мужик Очень злился На Тэндалэ Поймав Бедолагу Здорово Отдубасил Его Случилось Так Что Вскоре После Этого Происшествия Тэндалэ Повстречался С Пэкалэ Да Сильно Он тебя Поколотил Вздохнул Пэкалэ Хе-хе Усмехнулся Тэндалэ Я бы ему Всыпал Да Вот В чем Загвоздка Он К тому Времени Был уже Сильно Злой Оттого И одолел А мне Еще Предстояло Разозлиться Попадись Он мне Теперь Получил Бы Трепку За Кусок Веревки Плут Угодил На скамью Подсудимых Судья Спросил Его Что Он Отворил Из-за Чего Тебя Привели В суд Из-за Куска Веревки Как Же Так Неужели Из-за Куска Веревки Тебя Решили Судить Да Ведь К этой Веревке Был Привязан Теленок Теленок Как Абрикосом Лакомиться Абрикосом Абрикосом Был Съ 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 Барин Как Так Съ Съ Так И Съ Съ Как Негодник Барин Абрикос 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 Нанял Он Работника Чтобы Присматривал За ними Каждые Несколько Дней Барин Сам Заглядывал В птичники Придирчиво Пересчитывал Каждую Птицу Работник Трудился Не покладая Рук Перебивался С хлеба На воду И Никогда Не мог Полакомиться Кусочком Мяса Мясо Доставалось Только Боярину Терпел Терпел Работник А однажды Не удержался Поймал Гуся И Устроил Себе Пиршество Когда Хозяин В очередной Раз Пересчитал Свою Сотню Гусей Оказалось Их Всего Девяносто Девять Одного Не хватает Да Все Они Там Барин Как же Все Если Их Девяносто Девять Нет Сто Сто Стоял На своем Работник Заново Пересчитали Опять Не Сходится Отвечай Куда Делся Гусь Все Девяносто Девяносто Сто Сто Работников Работников Там Сто Гусей То Каждому Достанется По Одному Так Верно Барин Велел Каждому Батраку Поймать По Одному Гусю Через Несколько Минут Дело Было Сделано Девяносто Девять Работников Держали Подмышками По Гусю А Сот Работник Стоял С Пустыми Руками Теперь Скажи Негодник Почему Этот Остался Без Гуся Кто Ж Ему Виноват Если Он Такой Нерасторопный Цена Пощечины Шел Мужик По Рынку Вдруг Встречный Боярин Ни С Того Ни С С С С С Отвесил Ему Пощечину Еще Засмеялся От Удовольствия Обидно Стало Мужику Пошел Жаловаться В суд А Боярин Заранее Знал Что Судья Будет На Его Стороне И Вот Мужик Объясняет Господин Судья Никакой Вины За мной Нет А Боярин Дал Мне Пощечину Судья Рассудил Пощечина Оценивается В один Червонец Боярин Тут же Заюлил У меня Нет денег При себе Поеду За Червонцем Ждал Мужик Час Ждал Два Томился Возле Здания Суда А Боярина Все Не Видать Сообразил Мужик Что Издеваются Над Ним Оба И Боярин И Судья Вернулся Мужик В здание Суда Господин Судья Мне Уже Некогда Ждать Сказал Он Наклонитесь Поближе Я Вам Что-то Скажу И Отвесил Судье Звонкую Пощечину Когда Вернется Боярин Возьмите У него Червонец Деньги За Коня Однажды Священник Отправился В путешествие На коне В пути Его Настигла Ужасная Буря Поп Стал Молиться Упрашивать Чтобы Всевышний Оставил Его В живых А если Спасется Обещал Сделать Доброе Дело Продать Коня А деньги Раздать Бедным Буря Постепенно Утихомирилась Поп Вернулся Домой И задумался Продавать Коня Или Нет Все же Надо Продать Решил Он Послал На рынок Попадью С конем На поводке Заодно Вручил Вручил Ей Петуха И дал Такой Наказ Коня Продай Только Вместе С петухом В одни Руки Отдельно Не продавай А цена Им Такая За коня Проси Рубль За петуха Сто Рублей Рублей И ушел Попадья Вернулась Домой Отдала Мужу Сто Рублей За петуха А Рубль За коня Раздала Бедным А у меня Кто Мужик Вез в телеге Священника Узкой Проселочной Дорогой Направлялись Они В капрешты Вдруг Навстречу Им Нарядная Раскрашенная Телега В которой Другой Мужик Вез Барина Тот Что Вез Попа Не хотел Уступать Дорогу Барский Кучер Тоже Не спешил Сворачивать Закричал Сердито Сейчас же Сверни На обочину Не видишь У меня В телеге Барин Первый Возница Огрызнулся В ответ А у меня Кто Черт Лысый Что Они Пепелина Чадо Однажды На сельской Улице Возился В пыли Мальчонка Мимо Шел Пожилой Мужик И спросил Ты 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 чей Будешь Малец Мамин А как Зовут Тебя Удалец Как Батю Умница А Много А много Ли Вас В хате Живет Сколько Ложек Мама На стол Кладет Так Сколько Же У вас Ложек У Каждого По Одной Перепуганный Священник Как-то Возвращался Священник На пароходе Из Англии На море Разыгрался Жестокий Шторм Высокие Волны Раскачивали Пароход Швыряли Как щепку Бледный С перепугу Священник Спросил Капитана Долго Еще Будет Длиться Эта Пытка Трудно Сказать Но Если Еще Час Нас Будет Так Швырять И трепать Все До одного Отправимся В рай Пошутил Капитан Боже Избавь Нас От Такой Беды Воскликнул Перепуганный Священник Как лучше Как лучше Мамалыги Или Погреться В горячей Печи Пожалуй Я предпочел бы Поесть Горячей Мамалыги Возле Жаркой Печи Овцы Овцы Пекалы Ты откуда Бредешь Пекалы С овчарни Горячей А что А что А что Там Искал Ну Как Же Там Моих Овец Доят Потом Брынзу Сделают Сколько Же У тебя Овец Белых Ни Одной А Черных И Того Меньше Груз Двух Ослов Боярин И Вельможа Верхом Отправились На Охоту Следом За ними Пешком Брел Слуга Солнышко Поднялось Над Степью Стало Жарко Боярин И Вельможа Сняли С себя Тяжелые Одежды Расшитые Золотом И Увешанные Блестящими Побрякушками Бросили Их На Плечи Слуге Боярин Похвастался Перед Вельможей Что Слуга У него Выносливый Его Можно Навьючить Как Осла На Эти Слова Слуга Отозвался Что Вы Ваше Благородие Гляньте Мне По силам Груз Двух Ослов Надоедливая Молитва Однажды В Великий Пост Пошел Мужик Исповедоваться К Попу Тот Велел Ему Читать Молитву Отче Наш По Десять Раз Подряд Утром И Вечером На Другой День Повстречались Они На Дороге Здравствуй Батюшка Поклонился Мужик Здравствуй Сын Мой Здравствуй Батюшка Поп Решил Что Мужик Туговат На Ухо И Ответил Громче Здравствуй Сын Мой Но Тот Продолжал Повторять Здравствуй Батюшка Здравствуй Батюшка Здравствуй Батюшка Священнику Это Не Понравилось Он Даже Рассердился Какого Дьявола Ты повторяешь Как попугай Достаточно Один раз Сказать На Что Мужик Ответил Вот Видишь Батюшка Я Всего Несколько Раз Повторил Здравствуй И Ты Разозлился Каково Же Всевышнему Выслушивать Подряд Одно И то Же По Десять Раз Утром И Вечером Боярские Харчи Как-то Боярин Нанял Батрака Для полевых Работ Но Не спешил Его Накормить Проголодавшийся Батрак Поинтересовался Барин А что Мы Сегодня Будем Есть Барин Не стал Вдаваться В разговоры Махнул Рукой Пустяки Пустяки Ладно Это Вы Будете Есть А я Что Лошади Тындалы Отправился Тындалы На охоту На опушке Леса За кустом Приметил Зайчишку Не сводит Тындалы Скосого Глаз И Прикидывает В уме Зайца Подстрелю В лесу Домой Трофей Принесу Мясом Угощу Домашних Всех Потом Продам Зайчий Мех На вырученные Деньги Куплю Поросенка Выращу Кабана Продам Куплю Теленка Выращу Корову И ее Продам А чтобы Денег Побольше Было Куплю На эти Денежки Кобылу Кобыла Родит Жеребенка Жеребенок Подрастет Будет У меня Пара Лошадок Запрягу Их Вкруцу Взмахну Кнутом Эхэхэй Родимые Но Радостное Гиканье Вырвалось Из груди Тындалы С перепугу Заяц Выскочил Из-за куста Рванул В лес Только Его И видели Тындалы И молитва Тындалы Батрачил У боярина И вдруг Затасковал Захотелось ему Уйти Побродить Но как Спастись По ночам Он стал Плакать Плакал Плакал К нему Подошел Боярин Чего Слезы Льешь Тындалы Не знаю Молитву Отче Наш Повторяй За мной Отче Наш Да Будет Воля Твоя Отче Наш Да Будет Воля Моя Нет Не так Тындалы Да Будет Воля Твоя Да Будет Воля Моя Упрямо Твердил По-своему Тындалы Эй Простак Совсем Не так Да Будет Воля Твоя Да Будет Воля Моя Боярину Надоело Препираться Он Махнул Рукой Ладно Будь По-твоему Тогда Тындалы Вывел Коня Из Конюшни Верхом Помчался Мстить Чиновникам Лихаимцам Через Несколько Дней Вернулся Боярин Кипел От злости И готов Был Его Растерзать Узнав Об этом Тындалы Пошел В боярский Сад Привязал Веревку К высокой Ветке Другой Конец Обмотал Вокруг Шеи И Стал Ногой На Сучок Издалека Могло Показаться Что Что Он Повесился Боярин Увидев Тындала Разволновался Если бы он Не поспешил Повеситься Я бы Его Простил В ответ Тындала Крикнул С дерева Да будет Воля Твоя Боярин Простокваша И Сметана Как-то Жена Послала Тындала За Простоквашей И Сметаной Тындала Так Быстро Кинулся Выполнять Поручения Что Забыл Взять С собой Посуду Очутившись На базаре Обнаружил Что Только В шляпу И Может Взять Покупки Тындала Подошел К торговке Простоквашей Заплатил И Сказал Опрокинь Свой Кувшин Сюда Хозяйка Налила Ему Простоквашу В шляпу Еще И Через Край Перелилось Прямо На ноги Тындала Для Сметаны Тындала Решил Использовать Вмятину В верхней Части Шляпы Тут же Перевернул Шляпу Вылил Простоквашу Себе На По Столы Набрался Сметану В углубление И Подтопал Домой Увидев Что Тындала Принес Только Сметану Жена Спросила Где Простокваша Да Да Вот Жена Ответил Тындала И Быстро Перевернул Шляпу Разлилась Сметана Его По Столы Стали Еще Белее Мерси Мерси Однажды Батрак Спросил Священника Что Что Это За Слово Такое Мерси Э Это Слово Драгоценное Сын Мой Сказал Поп Собираясь Подшутить Над Батраком Слово Это Стоит Не Меньше Пяти Золотых Через Несколько Месяцев Умер Отец Батрака Пошел Батрак К священнику Попросил Похоронить Отца По Обряду У Тебя Ведь Денег Нет Сын Мой Сказал Поп А Похоронная Служба Обходится В Пятнадцать Золот Их Верно Денег У меня Нет Но Не Беспокойтесь В Долгу Не Останусь Будете Довольны Пошел Священник На Похороны И Как Обычно У Бедняков Утруждать Себя Не Стал Несколько Раз Пропел Господи Помилуй После Похорон Батрак Подошел К Священнику И Почтительно Сказал Мерси Батюшка Мерси И Еще Раз Мерси Утиный Град Некий Охотник Отправился В болотные Плавни Охотиться На Диких Уток Несколько Дней Спустя Он Он Рассказывал Приятелям Что Вернулся Домой С Богатой Добычей Целый Мешок Уток Принес Другого Такого Стрелка Как Я Не Отыскать Хвастал Он После Моих Выстрелов На Другой День Утки Еще Падали С неба Одна За Другой Будто Град По капусте И Казан Однажды Шли По городу Пыкалы И Тындалы Когда Оказались Возле Большого Высокого Дома Тындалы Сказал Представляешь Пыкалы Я Вырастил Качан Капусты Размером С Этот Дом Что же Тут Такого Представляешь А у Меня Есть Казан Еще Больше Этого Дома Да Что Ты Зачем Такой Огромный Как Зачем Возразил Пыкалы Чтобы Сварить В нем Твою Капусту Анекдот Пыкалы Оказались Пыкалы И Тындалы В Далекой Америке Вечер Застал Их В Огромном Многоэтажном Городе Зашли Они В Огромную Преогромную Гостиницу Подходящая Для них Комната Нашлась Только На Сотом Этаже Лифта Тындалы И Пыкалы Побаивались Все-таки Надежнее Пешком По Лестнице И Пыкалы Внизу Не Взяли Пыкалы Пыкалы Тындалы Побасенки Читал Сергей Кутанин На этом История Приключений Пыкалы И Тындалы Не Завершается Когда я узнал о них Я подумал А как бы они вели себя в будущем И понял Такие общительные парни Были бы очень нужны Для контактов с инопланетянами И их путешествия и приключения Описаны В повести Кушма в сметане Или Космические похождения Пэка и Дала Счастливо Хорошего настроения Счастливо Готово Счастливо 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 Осталось Погоссий Natural Курсив neck Счастливо Курсив